Джора говорит, что ты украл у него деньги. Чёрт! Я сваливаю отсюда! Всё будет только хуже. Правда? Мы ещё посмотрим. Ну и удар у тебя. Чего ты хочешь? Поймал. Что тебе нужно от меня? Ты украл кошелёк у Джоры средь бела дня. И он даже видел, как ты сделал это. Поэтому я пришёл сказать тебе, что ты грязный вор и что... Тебе лучше вернуть золото Джоры. И немедленно. Я бы отдал тебе золото, но у меня больше ничего нет. Ты уже забрал всё, что у меня было, после того, как вырубил меня. Пусти. Я заслуживаю долю от награбленного. Я был бы не прочь отдать тебе половину, но у меня больше ничего нет. Ты уже забрал всё, что у меня было, после того, как вырубил меня. Пусти. Поймал. Что тебе нужно от меня? Ты украл кошелёк у Джоры средь бела дня. И он даже видел, как ты сделал это. Поэтому я пришёл сказать тебе, что ты грязный вор и что... Тебе лучше вернуть золото Джоры. И немедленно. У меня уже нет этого золота. Но зачем я говорю тебе это? Ведь это ты меня обокрал. Насчёт вора. Да, как продвигается дело. Ты поймал его? И что более важно, ты забрал у него моё золото. Ему нельзя доверять. Как интересно. Ну, с ним произошёл несчастный случай. Ну, хотя бы он теперь не сможет никого обокрасть. Если бы я не видела это собственными глазами... Правосудие Инноса свершилось. Где моё золото? Вот пятьдесят золотых, что он украл у тебя. Эй, здесь не все пятьдесят золотых. Ты что, тоже пытаешься меня обокрасть? Он почти не отдыхает. Покажи мне свои товары. Кто-то должен делать это. Альрик говорит, что у тебя его меч. Минутку. Я хотел купить меч. Ты имеешь в виду этого оборванца, что продал мне своё оружие за несколько факелов и кусок мяса? Да, это он. У меня его больше нет. Чёрт его знает, кому я его продал. Вот пятьдесят золотых монет. Давай мне меч, Альрика. У тебя недостаточно золота. Но не волнуйся. Я попридержу пока этот меч. Заходи позже, если хочешь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...